Открытие новой больницы жители Молокова ждали долгие годы. Желая получить современное лечение, им приходилось ездить в Видное, что, конечно, было не совсем удобно, особенно для пожилых людей. В начале сентября молоковчане получили долгожданный подарок. Впечатления, конечно, положительные. Почему? Потому что там у нас ни условий, ничего не было. Здесь, по крайней мере, все нормально. На территории поселения появился полноценный больнично-поликлинический блок. Сегодня здесь работают два терапевта, педиатры, врач-стоматолог и гинеколог. Очень удобный вход, стоянка очень хорошая, одабривает все пандусы. Предусмотрены кнопки для инвалидов кабинета, специально сделали для них туалеты. Выделены даже в стационаре несколько палат у нас есть для маломобильных больных. Поликлиника очень удобная, удобная, теплая. Заработать в полную мощность Молоковская больница не может, пока идет лицензирование. Круглосуточный стационар на 36 коек и дневной на 15 начнет функционировать уже до конца года. Я думаю, нам на это еще нужно где-то месяц. Документы в Минздрав поданы. Количество прикрепленного населения у нас растет. В принципе, все в штатном режиме. Учреждение посетил глава Ленинского района Валерий Венцель. Визит, в частности, был связан с ситуацией, которая сложилась вокруг здравоохранения муниципалитета. Глава еще раз обратил внимание, что пока идет служебная проверка Витновской районной клинической больницы, недопустимо распространение слухов и что не стоит делать поспешные выводы. Валерий Николаевич также обещал лично следить за работой всех медицинских заведений муниципалитета. А есть вообще статистика, сколько человек уже с момента открытия приняли? Народу очень много. Есть у нас 100 посещений, смена, а у нас получается 150 уже. 150 человек к смену обращаются? Да. Кричит хорошо. Если раньше, у нас 2 часа уже по числам народу, у нас сейчас 5-6 часов народу. В рамках проверки деятельности учреждения здравоохранения Ленинского района следующий визит главы запланирован в центральную районную больницу, где он встретится с медперсоналом. Юлия Богосян, Владимир Бижон, Ольга Садовская. Видно. Три раза в неделю приезжает, да?